Встреча участников, их размещение, транспортная логистика, питание, культурная программа. Эти и многие другие нюансы крайне важны при проведении крупных международных мероприятий. У Сочи есть неоценимый опыт, наработанный еще во время Олимпиады. Здесь фактически уже идет отработка деталей, вот и культурная программа, потому что событие не только спортивное, а событие будет достаточно ярким. В том числе и мы надеемся, что и жители города, и гости нашего города смогут увидеть такое необычное явление, как всемирные военные игры. По большому счету надо понимать, что это очень серьезная спортивная составляющая. Военные участвуют практически во всех играх, и Олимпийских играх, и других более значимых мероприятиях. Для жителей города подготовлена большая культурная программа с привлечением звезд эстрады. Они будут выступать на медальных церемониях. Как зарабатываются эти самые медали, сочинцы и гости города тоже смогут посмотреть абсолютно бесплатно. Только в горном кластере для подъема на биатлонные комплексы старты других дисциплин необходимо самостоятельно приобрести скипас. Плата не такая уж большая, учитывая звездный состав сборных. В основном это 70-80% членов национальных сборных своих стран, в том числе и сборных нашей страны. Поэтому борьба спортивная будет довольно захватывающаяся. По некоторым видам спорта это будет дублирование чемпионатов мира. К примеру, костяк российской команды по биатлону составляют чемпион Европы Эдуард Латыпов, чемпионы мира по летнему биатлону Пётр Пащенко и Галина Нечкасова, чемпионка Европы Анастасия Загоруйко и чемпионка Европы среди юниоров Ульяна Кайшева. Также намечены состязания в скей-альпинизме, шортреке, ориентировании на лыжах, скалолазании. 20 февраля состоится презентация медалей Всемирных военных игр, а также формы, в которой выступят российские спортсмены. Они намерены завоевать на домашнем турнире как можно больше наград. К слову, наша сборная на военных играх еще ни разу не опускалась ниже четвертого места.